Девушки отдыхают Ну нет, подметать я не буду Вот вы с Розой и подметайте Чего это сразу мы? Не мужское это дело А какие тогда мужские дела, дружок? Такие, где нужна сила, ловкость, мужество Ловкость, и чего там у тебя ещё? Решительность, ну и где нужно преодолевать опасность А завидовать вредно для здоровья Хорошо, дружок, теперь все женские дела будем делать мы с Лизой Но только если ты обещаешь делать все мужские Идиот, пойду в футбол поиграю А как же список? Ты же обещал! Да гвоздь мне в кеды, обещал Слово держать, это по-мужски Что там у нас дальше? Прополоть, грядки Девчонки, нам надо грядки прополоть Нам, ты хотел сказать тебе Как это мне? Ну, дружок, чтобы грядки прополоть, столько силы нужно Это определённо мужское дело А мы, зайка, в дворника поиграем Гена, помогай! Они на меня хотят всю работу повесить Не могу, дружок, у меня научный проект К тому же, это именно ты выдвинул свою сомнительную теорию Про мужские и женские дела Ладно Музыка 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Генка, давай из этой штуки гоночный автомобиль сделаем Сделать-то можно Нет гарантии, что он не сломается по дороге Но если ты готов рискнуть Это же газонокосилка дедушки Теперь это гоночный болид дружка Готовы? На старт Внимание! А-а-а! 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 Тогда не придется делить работу на легкую и тяжелую На мужскую и женскую Видишь, братья и сестры вместе ухаживают за тобой И не спорят, кому что делать Но когда мы тебя вылечим, газонокосилку чинить будешь ты Да, дружок, тут Лиза права Ну не переживай Мы с Геной тебе поможем Вместе работать всегда веселей Здорово! И я помогать буду Подсказка черного бульдога Бам-бам! Стоп-футов подкилим! От капитана дружка не уйдешь! Бам-бам-бам! А ну получай! А я тебя! Дружок, твой телефон! Деда, ответь, пожалуйста! Скажи, что у капитана дружка важное дело! Алло! А ну получай! У него важное дело! А я тебя... Кажется, идет на абордаж А я тебе... Да ты что? Не переживай, милая, я разберусь А ну получай! Гроза Морей! Мама говорит тебе английский И математику подтянуть надо! Потом подтяну! Не убегут! Полундра! Право руля! Волны вперед! Прямо по курсу айсберг! Дружок, сделай милость, проверь почту! Ага! Лево руля! Право руля! Детский сериал! Лунтик подходит! Деда, гляди, что в ящике было! Иностранное! Горька! Ха! Это от моего старого морского друга! Искателя сокровищ! Ну и что там? Разобрать не могу! Английский, понимаешь, подзабыл! Кажется, что-то про клад! Переведешь? У тебя ведь с собой учебник? Зачем учебник? В телефоне приложения переводчик есть! А ну пошла! Сбегай, дружок! Шугани ворон! Хорошо, деда! Обнаглели! Уже на клубничную грядку позарились! Показалось тебе, деда! Не было там никаких ворон! И попрятались хитрющие птицы! Опять барахлит! Как не вовремя! Деда! Деда! It's amazing! А? Деда, я перевел! Слушай! Дорогой друг, я выяснил, что знаменитый пират Черный Бульдог гостил в усадьбе в том самом месте, где сейчас стоит твоя дача! Unbelievable! Всегда подозревал, что дачка у нас с секретом! Ну, дальше! Черный Бульдог оставил подсказку! Клад зарыт к югу от старой яблони в 2х шагах! Скольки-скольки, говоришь, шагах? 2х! Тут уравнение! Хитер, старый пират! Не видать нам клада, как с своих ушей? Ну уж нет! Капитан-дружок сдаваться не намерен! Так, 30 плюс 70 минус 10 третьих х равно 100 на 3! Так, 170! Хм, хороший клад получится! В эфире передача «Весник пенсионера». 15, то есть 2х30! А значит, клад тут! Вот я старый дурень! Клад закопать забыл! Как бы его отвлечь! Дружок, давай я тебе помогу! Ты только за второй лопатой сбегай! Нет, деда! Отдыхай! Может, сам отдохнёшь? Сходи попей водички! Ерунда! Я целый день копать могу! Дружок, а ты точно уверен, что всё правильно посчитал? Вот тут вроде бы ошибка! Да я уже три раза проверил! Нет там никакой ошибки! Да, видно, хорошо подготовился! Глубоко этот чёрный бульдог клад зарыл! Интересно, что там? Может быть, сундук со старинными монетами? Или драгоценные камни? Тимуха не поверит! Дружок! И вообще, меня, наверное, по телеку покажут! Дружок, никакого клада тут нет! Деда, рано сдаваться! Надо ещё копать! И сокровища будут нашими! Дружок, клада нет! Письмо написал я! Я хотел, чтобы ты английский подтянул и математику! А клад... Эх... Закопать-то забыл! Так что значит? Это всё обман? Ну вот! Клад! Ну, Дед! Ты шутник! Эх... 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 Вот те на! Финал века Гол! Дружок, ты чего так вырядился? Гена, сегодня же финал футбольной лиги! Я этого дня полгода ждал! Добрый вечер, дорогие болельщики! Сегодня наша сборная поборется за первое... Гвоздь мне в кеды! Что это ещё такое? Наверное, авария на подстанции! Хорошо, что я книжку на смартфон закинул! Смартфон? Ну, конечно! Здорово жить в мире высоких технологий! Наши футболисты отбирают... Нет сигнала! А-а-а... Высокие дачные технологии! Гена, ты не понимаешь! Это же финал века! Там такая игра будет! Внукам рассказать можно! Пропускать никак нельзя! Была бы у нас мощная батарея, можно было бы запитать телевизор от неё! Батарея! Гена, ты голова! Дружок, а ты что делаешь? Пытаюсь успеть ко второму тайму! Странное время для сельхозработ. Гена, ты же сам рассказывал, что батарейку можно сделать из картошки! А я, гляди, сколько накопал! Ха-ха-ха! На телевизор тебе и вагона картошки не хватит! Молодец, внук! В темноте зря времени терял и картошки накопал! Хвалю! Гена, спасай, брат! Где электричество добыть? Хм... Есть одна идейка! Используем энергию ветра! Готово! Даршавкин рвётся к воротам! Ну как? Работает! Да-да! Спускайся! Есть! Какой финт! Эх, и снова потери! Интересно! Переходят к противнику! Спаниэль Несси стелится в подкате! Ну, давай же! Нападающий обходит защитников и... Гвоздь мне в кеды! На самом интересном месте! Ой, не работает! Эх! А что это с ним? Ветра нету! Ребята, нужно успокоиться! Игра идёт, что называется, на нервах! Отнейшая ошибка! Принести к вашу идею! Дружок, воды надолго не хватит! К колодцу ходить будем по очереди! Ведро утопил! Эх ты! Какая неприятность! У меня идея! Будем крутить колесо по очереди! Использование мускульной силы? Это мысы! Тащи сюда велосипед! Принцип просто и надёжен! Ты крутишь педали, колесо раскручивает динамо-машину, динамо-машина даёт электрический ток! Заработало! Не отвлекайся! 15 номер! На трибунах творится какое-то сумасшествие! Зрители неистовствуют! Блестящий сей! Браво, галкрипер! Попринная идёт дополнительная путь! И у нас по-прежнему ничья! Узнаем ли мы сегодня имена чемпионов? Да, я больше не могу! Центральный защитник прозаметный путь у него свело мышцы! Похоже, у нашей сборной проснулось второе дыхание! Вперёд, ребята! Электричество? Нет! Просто Гена уговорил нас покрутить педали! Уже очень матч интересный! Вы такие классные! А после футбола будем смотреть мультики! Только дружку пока не говорите! Фу, как я устала! Эксплуатация детского труда! А завтра ещё и свёклы выкапывать! Сегодня окучивать, завтра выкапывать! Надоело! Фу, а это ещё что? Похоже на какой-то план! Или карту! Карту сокровищ! Тут ещё буква написана! И кажется, я знаю, где это дерево! А представьте, если мы найдём золото! Ух ты! Можно будет вообще не работать! А вместо оголода сделаем бассейн с голкой! В чём же секрет этой буквы С? Пришли! Ничего не видно! Нашёл! Вытаскивай скорее! А-а-а-а! Вытащите меня отсюда! Снимите это! Снимите! Тут ещё одна буква! Понял! Надо собрать все буквы, и получится слово! Надеюсь, ловушек больше не будет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я в детстве не любил работать на огороде И просил моего соседа-изобретателя Придумать мне копательную машину У него был настоящий талант И чувство юмора Любил он придумывать хитрые ловушки Потом он переехал А это, видимо, был его прощальный подарок Он даже намек для меня на участке оставил А я-то и не нашел И как я сам до этого не додумался Если ее собрать, то завтра свеклу выкапывать не надо будет Если все детали на чердаке найдем, то... Ура! Бежим на чердак! Но пропалывательную машину еще никто не изобрел Резонанс Мы играли в капитанов Обошли пять океанов С братом очень весело играть Эй! Что за дело? Жонглируешь, значит? Жонглирую? А Лиза, между прочим, плачет в соседней комнате Потому что кое-кто испортил ее Любимый постер с певцом Димой Полканом Пририсовал ему рожки Ха! Ну и что? А она вчера рассказала маме, что я контрольную по алгебре списал Я же не плачу Может, пойдешь? Извинишься? Вот еще! То есть совести у тебя вообще нет? Нет! И не надо! Ай! Ой! Ай! Ай! Здравствуй, дружок! Не ожидал, что я приду к тебе? Ты кто? Я Твоя совесть Ага Ты обидел Лизу Надо пойти и извиниться перед ней Дружок, не вредничай Просто подойди и скажи Лиза, прости меня, пожалуйста Это совсем не трудно Ты что-нибудь слышишь? Голос какой-нибудь Нет Попал так попал Гвоздь мне в кеды Геночка, братик, выручай Ко мне совесть пришла Так что же в этом плохого? Она говорит со мной, понимаешь? Ты должен пойти и извиниться Я твоя совесть, я от тебя больше не отстану Все понятно Резонанс Какой еще резонанс? Вряд ли ты поймешь Это когда твоя совесть Входит в резонанс с твоим физическим телом Настраивается с ним на одну волну И ты действительно начинаешь слышать ее А как сделать так, чтобы она замолчала? Есть один вариант Ну? Надо сделать то, о чем она тебя просит То есть извиниться Лиза Это я пришел Чтобы это Ну, в общем Это что такое? Всегда слушай свою совесть Совесть плохого не посоветует А еще помни Совести много Не бывает Попались! Мы хотели как лучше Как лучше? А так бы ты и не подумал Попросить прощения И никогда больше не подумаю Ну прости, братик Не прощу Моего десерта больше не увидишь А ты получай теперь без меня двойки по физре Дружок Ты так и не извинился перед Лизой Опять? Так и не извинился А надо бы Мне кидай Это не они Но кто? Может ты вправду Как его Резонанс? Лизка Я пришел Это Ну В общем Перед тобой извиниться Хоть ты и ябедничаешь иногда Но Но ты мне все равно дорога А за постер не беспокойся Я тебе другой подарю С Аршавкиным Он больше в два раза Во всю стену у тебя будет Ты ешь, ешь Шоколадка тебе и была И это тебе Ну что, замолчала? Что? Не-не, это не тебе Самый честный город Двадцать третьего июня Девятнадцать ноль ноль Финал Лиги чемпионов Ух ты! Круто! Это же просто мечта! Билет на финал! Надо же! Угораздило кого-то потерять Коля Шпиц Школа шестьдесят три Восьмой Б Цепная улица Дом пять Ну что ж ты, Коля Ха! О, двужок Ты чего такой? Мяч до кольца не смог докинуть Ген, можно тебя на пару слов? Ну я в восстолге С чего вдруг секреты? Больше двух говорят вслух Мужской разговор Ген Ну, я знаешь чего Я просто спросить хотел Вот если бы ты какую-нибудь вещь нашел Ну, например, суперский микроскоп Ну, там, самый лучший, к примеру Ты бы его себе оставил Или владельца бы вернул Это зависит от всего многообразия факторов Если необратимость процесса... Ген, короче, вернул бы или нет? Вернул бы Ага Ну, ясно Наверное Стоп, двужок Колись, что ты там нашел? Лиз, ты чего? Не понимаю А что это там у тебя? Отстань! Нет там ничего А ну-ка, покажи Та-да-да-дам Ты должен вернуть билет Этот Коля Шпиц Может быть, всю жизнь мечтал сходить на финал? Да на финал вся страна мечтает попасть Пошли, прямо сейчас Отстань, Лизка Некогда сейчас Сам отдам Без тебя Да отдам! Точно! Обещаю! Так, все! Лиз, представляешь Хотел отдать билет И потерял Ума не приложу Куда подевался? Дружок, смотри Я книжку у тебя взял почитать А то билет нужен О, спасибо, малыш Лиз, я верну Ну, я сам понимаю Смотри мне Ну, ура! Представляете Потерял кошелек А там вся моя зарплата И вернули Какой-то студент Пришел в офис И отдал Поразительно Последнюю неделю По всей стране Проходил тайный конкурс Самый честный город Так как все Замиранием сердца Ждут финала Лиги чемпионов То мы Разбрасывали Кошельки с билетами На этот Решающий Поединок Там же Был указан Адрес владельца Самыми лучшими Показателями По возврату находок вперед Вырвались два города Далматинск И Песбург Неужели ничья? Но в последнюю секунду Прибежал дружок Барбоскин И вернул билет Ого! Они меня фотографировали? Итак Песбург Самый честный город Все участники конкурса Вернувшие находки Владельцам Приглашаются в студию Каждый получит билет На финал Лиги чемпионов По баскетболу Ура! Наш город Самый честный Ура! Молодец, дружок Спасибо, дружок До свидания, дружок Я попаду на тебя День уступок Не, лучше в волейбол Как сказал бы Гена Это необоснованное заявление Играем в баскетбол Играем в баскетбол Не, в волейбол лучше А баскетбол развивает меткость Опа! Ну, что я тебе говорил про меткость? Зато волейболисты выше прыгают Ну и прыгай А я в баскетбол поиграю Опа! Вот и играй сам с собой А я буду в волейбол Как-то у нас на корабле Похожий случай был Юнги несли вахту на камбузе И не поделили Кому картошку чистить А кому кастрюлю Да так не поделили Аж за борт вывалились Нужно уметь договариваться А иногда стоит и уступить товарищу А таких бы, Юнг, я б в плавание не взял А почему не взял бы? Потому что уступать товарищу надо Ага, уступать И тогда возьмёт в плавание? Конечно! На корабль! В Юнги! Юнги? Значит, в баскетбол! Ой! Ну ладно Давай в баскетбол! Мальчики Мама на пилоги зовёт Пожалуйста, Тимоша Проходи первым А чего это я? Ты иди сначала Нет-нет Только после тебя Это я после тебя Ну что ты, что ты? Это я после тебя Нет, я после тебя Ай! Так нечестно! Екалка выискался Пусти, 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 я говорю Эй! Громила, отпусти! Эх! Эх! Молодец! Первый вошёл! А жульничать нехорошо Пожалуйста, Тимоша Проходи, дружок Так нечестно! Пожалуйста, дружок Проходи первым Ты иди первым Нет, ты иди Нет, ты Я после тебя Нет, я после тебя Пусти! Только после тебя Да что ты пристал? Проходи, тебе говорю Сначала ты Потом я Я вообще первым Начал уступать Поэтому ты первый Ну, наконец-то Остывай, джифилашки Ой Один остался Даже не заметила Как всё слопало Тимоша Это тебе Спасибо Я не буду Нет, ты будешь Ты наш гость Ты ешь Сам ешь А я уже сытый Да знаю я, какой ты сытый Слюнки вон текут Ну, ну, ладно Давай Дружочек Ты что? Открой ротик Смотри, какой вкусный пирожок Съешь Как друга прошу Сам ешь Нет уж Сначала ты Ну что, Юнги Уступать друг другу Учитесь Мы уже научились Да, дедушка Теперь возьмёшь нас в плавание Мы очень уступчивые Ага В плавание, значит, собрались Да так Ну и Кто же из вас самый уступчивый? Я! Нет Это он самый Да чего это я? Да чего это я? Это ты Да не слушай ты его, дедушка Нет, это не я Он больше меня уступает То есть мне Не уступаю Я не уступаю Да чего там? Дедушка, а пока они спорят Возьми меня плавать Да ты сам такой Да, внученька Пожалуй, ребятам ещё рановато Вот так Симулянт Симулянт Я думал, у тебя списать Как не сделал Сегодня на проверку Ещё и контрольная Мне конец Дружок, ты в школу не опоздаешь? Что с тобой? У меня голова просто раскалывается И горло болит Так в школу не пойдёшь Надо лечиться Ура, свобода Телек, игры, развлетуха Мам, а ты чего? На работу не идёшь? Конечно, не иду Кто же тебя лечить будет? Померяй температуру Тридцать шесть и шесть Есть! Ну, что там у нас? Ого, тридцать семь и пять Сынок, быстро в постель Температура понизится до четырёх-шести градусов ниже нуля Местами до девяти градусов ниже нуля Ты что здесь делаешь? У тебя постельный режим Ого, ого 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 Дружок Почему ты не в кровати? Иди, иди Ложись Гвоздь мне в кеды Дружок Вот тебе молоко с маслом и содой Это тебе ни к чему Фу Тут пенка Пей, это от кашля Скорей бы Генка с Розой вернулись А полкан говорит Мухтан, твои знания бесценны В природе просто нет такой оценки, чтобы их хоть как-то оценить Ну наконец-то, я вас так ждал Ну, полкан, полканыч, даёт Дети Дружок заболел, ему нужен покой Мама, ну мне скучно Сынок, быстро в постель Кому мороженое? Ура Мне, мне, мне Дырявый мяч Отлично время провёл Гвоздь мне в кеды Мама Как ты? Тридцать шесть и шесть Сама посмотри, я здоров Я так рада Значит, врача вызывать не будем Может, я завтра уже в школу пойду? Ну, хорошо Раз я иду завтра в школу, то сейчас Можно телек посмотреть? Ах ты мой маленький хитрец Можно Привет, Тимоха Как перенесли И контрольную И сбор тетрадей Сегодня Дворовая история Нобелевская премия Присуждается Геннадию Барбоскину За достижения Во всех науках Ура Василёк 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 Мой любимый цветок Василёк Василёк Мой любимый цветок Василёк, Василёк Ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля Привет, Роза Что ты там делаешь? Привет Двор украшаю Двор украшаю Кто же так украшает? Цветочки Это вчерашний день Придумала бы композицию Из необычных предметов Чтобы было красиво А цветочки разве не красиво? Ну ты даёшь Это же полное отсутствие вкуса Не волнуйся, Роза Я тебе помогу Да я и не просила Так Это подойдёт А это для Розы слишком сложно Роза, я тут подобрал тебе литературу На первое время Вот уникальные образцы дизайнерского мастерства Трёхэтажный велосипед Комната в форме шара Учись, Роза Знаешь что, Гена? Я просто пыталась украсить двор цветочками Подожди, подожди Есть у меня одна старая идейка Это что? Не видишь, что ли? Это ракета Мы поставим её вместо твоего цветка И у нас будет супер-мега-дизайнер Лучше уж я буду дальше сажать цветочки Цветы? Это банально и скучно Я прав Я это докажу Нет, я права И я это докажу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как? Не нравится Вот где красота Ах так? Вот оно Дизайнерское решение Вот тебе супер-мега-дизайн Я это так не оставлю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А-а-а! Вот и украсили двор! Я же тебе говорил! Это я тебе говорила! Ой, а что это вы тут делаете? А как эта игра называется? Ничего мы не играем! Я хотела цветочками двор украсить! А Генка со своим мегасамолётом! Это вовсе не самолёт, а символ! Даже малышу понятно! А ты не говори за него! Давай лучше спросим! Малыш, что лучше, цветы или какая-нибудь ракета? Не знаю! Цветочки красивые! А ракета тоже интересная! Так, а что лучше-то? Мне всё нравится! Да! Роза, слушай! А может быть, он прав? В смысле, что мы с тобой оба правы? И нам совсем не обязательно спорить? Выходит, так! Пусть каждый по-своему двор украшает! А ещё лучше! Вместе! Василёк! Василёк! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Туфли Ну всё, я за новыми туфельками! Ой, за туфельками! А мне дашь поносить? У тебя же есть уже! Недавно покупали! А они... Потеялись! Мои любимые туфельки! Ну тогда дам, конечно! Не переживай! Спасибо, сестьёнка! Ты лучшая! Ещё не потерялись, но сейчас обязательно потеряются! Лизка! Я слышал, ты свои туфли потеряла! Да, потеряла! Куда делись, понять не могу! Ты только не плачь! Сейчас поищем и мигом найдём! Не, не найдём! Они совсем пропали! Я уж везде смотрела! Смотрела! Гвоздь мне в кеды, если не найду! Слово вратаря! Только этого мне не хватало! Спасибо, дружочек! Ты настоящий брат! Так, начнём отсюда! Ой, вспомнила! Кажется, я их видела на полке! Ага! Лизка, а в чём они были? Эээ... В коробке! Да, точно! В коробке! Ага! А какого они цвета? Синие! Ага! Куда же они могли деться? Может, они превратили скороходы и сами ушли? Скажешь тоже! Если туфель нигде нет, значит их просто кто-то взял! Да кому они нужны? Ну, что я говорил? Дружок, подожди! Попался башмачный воришка! А я-то думаю, куда пропали... Эээ... 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 Ты из них кораблики сделал! Мои кораблики! Что ты делаешь? Может, это не малыш? Ага! Это не я! А что не я? Да, ошибочка вышла! Но ничего! Настоящие сыщики не сдаются! Какая замечательная туфелька! Ага! Попался злодей! Решил Лизины туфли на эксперименты пустить! Причем здесь Лиза? Не притворяйся, что не знаешь! Ты что? Их уже уменьшил? Ничего не понимаю! Это же просто инфузория туфелька! Простейший одноклеточный организм! Дырявый мяч! А я-то думал... Ну не мама же с папой их взяли! Куда они могли подеваться? Да какая возница! Ты их все равно не найдешь! Придется смириться с потерей! А вот и найду! Ага! Мы же на кухне еще не искали! Двужок, стой! Их там нет! Я вспомнила! Кажется, я их у дедушки наверху оставила! Точно! Сейчас проверю! Поаккуратнее, можно? Извини, Возочка! Дуанские туфли! Сейчас я от вас избавлюсь! Плохой из меня сыщик! Каких-то туфель глупых и то найти не могу! Да не расстраивайся ты так! Зато мне розочка даст свои поносить! Конечно, дам, сестренка! Смотри, какие я туфельки купила! Подождите! Это не мои туфельки! Нашел! Я нашел, Лизка! Я нашел твои туфли! А что же я тогда выкинула? А где мои? Роско! Теперь я и твои найду! Слово вратаря! Вознаграждение Отдам попугая в хорошие руки Ух ты! А давай возьмем! У нас же руки чистые! Не в чистые, а в хорошие! Это значит ухоженные, как у меня! А в твои только крокодила отдадут! Крокодила! Я буду купать его в ванной! О, дружок, ты за попугая или за крокодила? Женихов себе выбирайте! У меня мяч пропал! Какой же я теперь футболист без мяча! А ты дай объявление, как в газете! Может кто-нибудь его нашел? Точно! Его наверняка кто-то нашел! И просто не знает, что это мой мяч! Только просто так его не вернут! В газете всегда пишут Вознаграждение гарантировано! Иначе зачем нашедшему столаца? Правильно! Так и сделаю! Потерялся мяч! Кто найдет, получит пять конфет! О, нашелся! Неудивительно, что дружок его так долго искал! Ага! Теперь и мы получим пять конфет! Погоди! Дружок ведь не поверит, что мы просто так нашли его мяч! Скажет, что мы сами спрятали и все придумали про вознаграждение! Я бы точно не поверила! А давай скажем, что кто-то уже нашел мяч, но хочет получить конфеты вперед! А мы их передадим! Здорово ты придумала! А мячик пока спрячем! Значит, кто-то его нашел! И хочет вознаграждение вперед! Но нести его должны вы! Как-то это все подозрительно! Ну, понимаешь, этот кто-то сказал, что может доверять только нам! Потому что мы... мы... Потому что мы не теряли этот мяч, а ты потерял! А этот кто-то не хочет, чтобы мяч опять терялся! Хорошо! Только пусть вернет быстрее! Ай! И как мы их разделим? Пять на два не делится? Поровну! Тебе две, а мне три! Это же не поровну! Поровну, поровну! Просто вы этого еще в школе не проходили! Нет, не поровну! Что? Пяти конфет ему мало? Просто он нашел мяч не один, а с сестрой! И пять конфет на двоих не делятся! Хорошо! За этот мяч мне ничего не жалко! Я добавлю поплавок и банку червей! Фу! Червей! Давай лучше мелки! Даже я бы от них не отказалась! Ладно! Пусть будут мелки! Лишь бы вернули мячик! Угу! Мяч украли! Что теперь делать? Мы же уже собрали вознаграждение! Ах! Хм! Угу! Отдай мяч, воишка! Я его нашел! Теперь это мой мячик! Малыш, а давай поменяемся! Ты нам мяч, а мы тебе мелки! Ты хотела сказать конфеты! Нет, мелки! Нет конфеты! Стойте! Если вам так нужен этот мячик, берите его просто так! Мне для вас ничего не жалко! Папа говорит, что хорошие дела надо делать просто так! А, это вы! Ну, как все прошло! Вот, Дружок! Держи свой мяч, конфеты и мелки! Странный этот кто-то решил вернуть мяч и не брать награду! Как здорово все получилось! Это нужно отпраздновать! Берите конфеты! За что? Мы вернули тебе мячик просто так! То есть, эээ... То есть, кто это вернул? А я вас просто угощаю! Правильно! Потому что все добрые дела, возочка, делаются просто так! Правильно! Эээ, кстати, о хороших делах! Дружок, не покажешь свой дневник? Ой, пап, а я, кажется, его потерял! Дружок, как же так? Так, надо дать еще одно объявление! Пропал дневник! Ага! А мы поможем тебе его найти! Просто так! Ха-ха-ха! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok